Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Всего за одно посещение и совершенно без боли наш другой партнер медицинский центр призма позволит вам чувствовать себя совершенно великолепно. А мы продолжаем и у нас совершенно сегодня особенный гость, гость который пришел к нам со своей книгой. Вот зовут этого гостя Яна Лаврик, она эксперт из института будущего. Яна, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день, Людмила. Книгу не присваиваю себе, это труд экспертов института, просто так получилось, что я собирала воедино эту работу, но трудились все вместе. Замечательное название этой книги называется «Конец эпохи потреблятства», если я не ошибаюсь. Совершенно точно. Это вы такое слово изобрели или откуда оно у вас такое слово появилось? Ну, потреблятство же есть, получается, а разве слова нет? Значит, есть и потреблятство, есть и слово. На самом деле, название придумал директор института Виктор Андрусев, он был одним из идейных вдохновителей написания этой книги. Ну и когда мы уже начали разбираться все вместе, нам стало просто дико интересно, потому что, оказывается, ко многим трендам, вещам, которые описаны в этой книге, мы пришли интуитивно. Ну, я, во всяком случае, пришла интуитивно, и у нас ребята, эксперты в институте, кто вегетарианец, кто предпочитает минималистический способ жизни, кто сортирует мусор. Ну, мы, в принципе, в институте постоянно сортируем мусор. И оказалось, что это не просто наш образ жизни, что есть целые философии, и что, в принципе, это новая этика, это новая философия, за которой стоит будущее. То есть мы, как институт будущее смотрим чуть-чуть всегда вперед. И понимая, что мир меняется, что тема про глобальное потепление, она уже вошла в нашу жизнь, и уже отката назад не будет, и что все сегодня пекутся о состоянии окружающей среды, что это дико модно, особенно среди молодого поколения, мы начали изучать эту тему, начали именно с ответственного потребления, потому что есть еще другая часть, это ответственное производство. Это как два звенья одной цепи. И вот решили изучить эти тренды, посмотреть, как эти тренды влияют на наши вкусы, предпочтения, как потребители, как это влияет на бизнес, потому что бизнес всегда идет за своим потребителем, как это влияет на политики, потому что государства, с одной стороны, могут стимулировать, могут датировать, как, например, это в странах ЕС происходит, или могут, наоборот, каким-то образом препятствовать этому развитию, как минимум не вмешиваясь. И посмотрели, как это влияет в целом на развитие экономики, потому что, ну как ни крути, история про ответственное потребление, это всегда выбор между двумя чашами весов. С одной стороны, экономический рост, и нам нужно накормить весь мир всех голодных, а с другой стороны, это ответственное потребление, и это про рациональное использование ресурсов, а значит и про сокращение использования этих ресурсов. Поэтому вот где найти баланс, мы попытались, прежде всего, разобраться сами, ну и, соответственно, изложили это на бумаге, книге. Ну давайте попробуем тоже, вот возьмем какой-то узкий, если позволите, хотя бы раздел, и попытаемся там какой-то найти баланс, если позволите, потому что я вот сразу могу перечислить, какие интересные модные слова сейчас анализируются в этой книжке. Да, ну вот старые, понятные, например, органика, вегетарианство, фриганы, шарин экономи, минимализм, нулевые отходы, энергетика ответственного споживача потребителя, зеленая экономика, электронные сигареты. Что такое СНТ, я не знаю. Это что, бездымный табак. Подождите, а алкоголь-то при чем здесь? Я не знаю, что тут новенького. Как ответственно потреблять алкоголь? Все больше людей отказываются от крепких напитков. Как минимум можно уменьшить потребление алкоголя, соответственно, уже ребята молодого поколения, если вы обратите внимание, они пьют намного меньше крепких, как минимум, напитков. Они предпочитают легкие коктейли, а то и вовсе отказываются от употребления алкоголя и сигарет. И я просто вспоминаю свою жизнь 10 лет назад. Я из небольшого городка Донецкой области, и когда дико модно было курить, пить, и ты был в тренде. То есть сегодня ты в тренде, если ты ведешь здоровый образ жизни, если ты совершенно не куришь и лучше даже не пьешь, ходишь в спортзал. Это то, что меняется в философии. Это то, что подтягивает за собой так называемое поколение Z, и весь мир перестраивается уже под них. Поэтому... Это зависит от уровня благосостояния или нет? Да. Это однозначно история про пирамиду Маслоу и удовлетворение потребностей. Когда человек находится на самой низшей ступени, и ключевое, что его беспокоит, это выжить просто. Ну, конечно, он не будет думать о том, как сохранить планету, и не будет думать о других поколениях и вообще-то о своем соседе. Когда человек наедается, когда у него есть определенный достаток, он начинает задумываться. Так работает психология. И поэтому тема ответственного потребления — это прежде всего тема развитых стран. Находясь на какой-то уже ступени высшей развития, они думают о будущих поколений. И я всегда привожу пример с пирогом, который растет. Вот страны развивающиеся, они еще находятся на стадии увеличения этого пирога. А страны развитые, они уже занимаются распределением. То есть их уже ключевая задача сделать так, чтобы меньше было бедных, чтобы плюс-минус было равенство. И вот когда начинается история про то, что я думаю о том, как живет мой сосед, как живут люди в других странах, начинается ответственное потребление. Я начинаю думать, а не излишне я покупаю себе одежды, а как я использую воду. И, конечно, это история про высокий уровень развития. И Украина в данном случае, она, естественно, находится еще среди развивающихся стран, если не сказать среди стран третьего мира, как бы это ни было прискорбно. И понятно, что перед нами еще стоит задача, как разогнать экономический рост. Но в то же время мы не можем оставаться вне тренда. Либо мы попадем вместе в этот тренд и подобно локомотиву будем бежать впереди. Либо мы будем пытаться прыгнуть просто в последний вагон уходящего поезда. И я считаю, что плюс для Украины, что открывается много ниш для бизнеса. Это совершенно новые сегменты, может быть. Новые ниш для бизнеса в Украине или даже зарубеж? Смотрите, и в Украине, и для выхода на зарубежные рынки. Например, возьмем растительное мясо. Такой один из ключевых трендов. Что вы подразумеваете под растительным мясом? Ну, то есть это мясо, которое получено из растительных волокон. Это первое. А вторая история – это искусственное мясо, которое получено из так называемых стволовых клеток, выращенное в лабораторных условиях, когда нет забоя животного, когда нет крови. И за это уже потребитель в Европе, например, готов переплачивать больше. Или история, например, с яйцами. Есть разное содержание курей. Есть те птички, которые… Сидят и никуда не встают. Сидят, да. Ведут сидячий образ жизни. Да, есть те, которые живут в лучших условиях, а есть те, которые, ну, прям делают массаж, знаете, и холят, и лелеют. И, соответственно, цена на яйца у таких куриц, например, в той же Германии, она разная. Она отличается на несколько центов. И вот в этом премиум-сигменте… Массаж просто включен в цену яиц. Конечно, ну, конечно же. Ну, буржуи всегда считают деньги. И, конечно же, есть потребители, которые готовы переплачивать. И такую продукцию Украина может поставлять, в принципе, и на международные рынки. И может сделать здесь. Вы знаете, когда-то мой сын забавно подмечал, шутил, когда говорил, знаешь, мам, если что-то хочешь продать втридорого, напиши там одно только слово «органик». И все, говорит, под этой рубрикой, все, что хочешь, кому угодно. Совершенно точно подметил. У нас в Украине это работает или нет? У нас это не так работает, как в других странах. Ну, понятно, когда мы сравниваем Украину и ту же Германию, мы понимаем, что просто разный уровень проблем. Но, тем не менее, есть условно средний класс. Давайте посчитаем, что это один миллион жителей. Вы щедро посчитали, но я соглашусь, что гости почему отказывают. И это те люди, которые действительно будут задумываться. Смотрите, есть еще такая история. История с размещением акций. Если ты украинская компания, и ты хочешь разместиться где-то за рубежом, тебе нужно уже становиться эко. Потому что, ну, сегодня, посмотрите, фондовые рынки падают по всему миру во время коронакризиса. Акции компаний, которые внедряют в свою политику устойчивое развитие, их акции плюс-минус дорожают. Фондовый рынок Дании. По всей Европе практически все рынки в минусе год к году. Рынок Дании плюс 30% по отношению к предыдущему году. Если вы посмотрите лист, список этих компаний, то там как раз очень много компаний, которые как раз внедряют в свои бизнес-модели устойчивое развитие, которые заботятся об окружающей среде, которые как минимум эко. Если вы производите косметику, и хотите ее продать через блогеров, через социальные сети, вам нужно обязательно, чтобы блогер вышел и сказал, что это косметика эко. Потому что я слышала неоднократно вот эти скандалы, когда начинают пользоваться косметикой и выясняют вдруг, что она тестируется на животных. И вдруг моментально начинают повально отказываться потребители, хотя это очень лицемерная тема, хотя понятно, что практически вся косметика, если не сама косметика тестируется, то компоненты сырье, которые используются и которые привозятся, они тестируются. И поэтому я очень часто говорю, что тема ответственного потребления, она очень лицемерная. Эта тема, потому что всем хочется, это знаете как, хочется быть в тренде, хочется быть модным, но не так-то легко этому следовать. И действительно смотреть на этикетки, присутствовала ли при производстве этого продукта грязная энергетика, или это зеленая энергетика, а тестировалась ли она на животных. Но, конечно, это имеет значение. И когда ты переходишь условно на потребление чего-то эко, то очень тяжело вернуться к старым. Это знаете, как выйти на новый уровень, начать жить по-иному, и тебе уже тяжело психологически возвращаться в ту точку, с которой ты вышел. Ну, понимаете, у нас же, наверное, просто с этим эко, потому что у нас же в большинстве своем натуральное хозяйство. Вышел у бабушки, там, на дороге купил эко, иногда бывает, случается. И все эко, какие тут проблемы-то. Это у них же там проблемы с эко, я правильно понимаю или нет? Ну, отчасти, если вы говорите о том, что это продукты, в которых нет, допустим, ГМО, или при выращивании которых не используются пестициды, в таком случае возможно рассуждать и так. Но с другой стороны, вам сейчас, знаете, что экоактивисты ответят? А вы знаете, в каких условиях растут эти, ну, порой эти бабушки выращивают этих животных? А как они к ним относятся? Ведь это еще история не только про то, что этот продукт экологически чистый, он выращен в каких-то условиях, но это еще вопрос про отношение к животным. В каких они условиях? А мясо? Ведь при производстве мяса потребуется очень большое количество воды для того, чтобы скотину вырастить. Нужен корм. Этот корм должен где-то вырасти. Это зерно должны полить. Ну, то есть, если мы посчитаем, сколько на один килограмм мяса было потрачено воды, нефтепродуктов для того, чтобы привезти это зерно, сколько выделяет метана эта корова во время того, когда она потребляет пищу, то окажется, что совершенно вот этот кусочек мяса вроде бы выращен где-то в деревне, экологически чистый, он совершенно не эко. Он может быть эко с точки зрения качества этого мяса, но тот процесс производства, он уже не попадает под ответственное потребление. И, конечно, вам скажут, так может быть тогда вообще отказаться от такого мяса? А есть, например, просто помидорку. И почему же мы здесь пишем про вегетарианство как один из трендов ответственного потребления? Потому что отказываясь от мяса, мы, во-первых, снижаем выбросы газа, снижаем потребление воды. Но тоже очень тема, знаете, это всегда вот где грань проходит. А с другой стороны, когда и те же помидоры выращиваются, мы же тоже не знаем, сколько пестицидов было в землю положено для того, чтобы был урожай, сколько из этих пестицидов попало в реки, из которой потом пьют животные и могут отравиться, и сколько было выращено зерна. Поэтому изучая каждую тему, ты находишь и плюсы, и минусы. И, конечно, всегда истина где-то посерединке, она в балансе, и должен быть здравый смысл. Ну, мне кажется, это очень странно, если человек выкидывает пластиковую зубную щетку, покупает бамбуковую, и, например, пользуется зубной пастой в стеклянной баночке, но при этом у него или у нее в гардеробе тысячу вещей Зара, Манго. Понятно, что это непроответственное потребление. То есть всегда должен быть баланс. Почему Зара и Манго? Это непроответственное потребление. Возмутили сейчас пару компаний Зара и Манго. Я просто... Ну, потому что это... Я сейчас ни в коем случае не хочу обвинить именно эти бренды. Обвинить, назовем эти компании М. Но дело в том, что именно перерабатывающая текстильная промышленность это одна из тех отраслей, которые несут огромный негативный вклад именно в защиту окружающей среды, негативно влияет на атмосферу, выбросов очень много происходит. Поэтому, когда производится масса этих вещей, которые на самом деле люди покупают и потом выбрасывают на свалки, и если они не перерабатываются, то это просто превращается все в мусор. Конечно, это история про громную свалку. Есть компании, которые сегодня уже ставят у себя в магазинах какие-то боксы, в которые ты можешь принести, сдать одежду. Старую. Да, они ее перерабатывают, и такие компании, как Adidas, уже производят кроссовки и купальники, и на них пишется, что это уже из переработанного пластика. А с другой стороны, та же история про лицемерие. Когда H&M установил эти боксы, подловили, что часть одежды на самом деле не шла на переработку, а на Авито где-то в России перепродавалась. Прекрасно. Поэтому я не хочу сказать, что именно эти бренды безответственны. Я хочу сказать, что покупая много одежды, которую мы порой надеваем один-два раза, или вообще бывает так, что одежда висит до похудения, или с бирками висит месяцами, то, конечно, нельзя говорить о никаком ответственном потреблении. Сколько было использовано воды? У нас даже в книге написано, что на производство одной рубашки и одних джинс нужно 20 тысяч литров воды. Но это имеется в виду не на конкретно, чтобы пошить эту рубашку, а для того, чтобы вырастить. Ну, от начала и до конца. Да, весь процесс. Весь процесс. А теперь представьте, когда эти магазины, они просто, как говорила моя мама, как в комиссионке, все заполнено, и люди их покупают, и это все лежит в шкафах. То есть это как раз самое безответственное потребление, когда мы покупаем много всего, не думая о том, сколько на это было потрачено ресурсов, сколько нефтепродуктов было потрачено, сколько пластика остается, который в принципе не перерабатывается. Пластику около 100 лет, ну, меньше, меньше даже. И еще пока мы не видели не переработанного, а разложившегося пластика. И вот сейчас уже активно начинают перерабатывать, и это уже бизнесы внедряют в свои производственные модели, и это уже переработка, это уже как раз история не про ответственное потребление, про ответственное производство, когда ты используешь максимально все, даже те продукты, которые у тебя появляются в процессе производства, ты их назад возвращаешь в производственный процесс, перерабатываешь, либо ты собираешь у своих потребителей вторсырье, ну, та же бумага, макулатура, либо одежда перерабатываешь, это позволяет тебе экономить. Потому что ответственное потребление для производителя, это еще и экономия. Означает ли это, что постепенно, шаг за шагом, так или иначе, все эти новые принципы, даже если мы того не желаем, они тихонечко подкрадаются и внедряются в разные сферы нашей жизни, и вот действительно, я из того, что там у вас перечислено, так практически все мне знакомо, даже ни с чем не возникло каких-то, какого-то непонимания, кроме чего-то там, какого-то табака. Это означает ли это, что в Украине в ближайшие годы мы тоже увидим распространение этих тенденций и насколько, или нет, или это все-таки будет зависеть от экономического состояния, или все-таки уже какие-то новые бизнесы будут уже сразу априори появляться, уже иметь в виду эти тренды и на них ориентироваться. Ну вот то, с чего я начала, что бизнес всегда идет за своим потребителем. И эта философия, она постепенно, знаете, распространяется. Она сначала появлялась в Америке, в странах ЕС, в скандинавских странах, и потом она постепенно распространяется на развивающиеся страны, на Украину. И, конечно же, особенно в эпоху цифровизации всеобщей, когда все имеют доступ во всех социальных сетях, все увидят, конечно, это очень быстро приходит к нам. И, конечно, потребитель на это ведется, потому что это просто дико модно. А бизнес моментально меняет свою продукцию под потребителя. Он моментально начинает предлагать. И, например, вот раньше бамбуковые зубные щетки, может быть, я бы и хотела купить, но вот красивых таких не было. Вот покупала то, что предлагал мне продавец. А сегодня, быстро переориентируясь, бизнес начинает предлагать более широкую линейку и появляется выбор. Та же одежда, например, из переработанного пластика. Если она будет какая-то некрасивая и неудобная, ну мы же люди все равно, мы все стремимся к эстетике и к удобству. Как ни крути, есть психология. Если она будет некрасивой, ну вряд ли я ее куплю, потому что она просто ответственная. Но если это уже будет красивое что-то, если это будет что-то интересное, и чем больше я буду видеть это в окружении себя, значит, человек же как обезьяна, извините за выражение, но мы все повторяем друг у друга. И если я вижу красивую женщину, что она так одета, и она говорит о том, что вот она купила эту вещь там-то и там-то, и что это еще и ответственная вещь, то, возможно, я возьму пример с ней. И так это все распространяется очень быстро. Я не думаю, что будет откат. Возможны откаты во время кризиса. Вот как коронавирус, например. Как коронавирус. Вот коронавирус, он подтолкнул это ответственное потребление или наоборот откатил? Потому что ведь по большому счету люди стали значительно экономить во время коронакризиса, и даже появилась мысль о том, многие экономисты заговорили, что теперь люди так и будут жить в таком более экономном режиме, экономить причем на всю, на офисах, на комфорте, даже на путешествиях, даже на одежде, на многих моментах. Во время активного распространения коронавируса так это и было. Но смотрите, проходит несколько месяцев, вроде бы экономика плюс-минус как-то зашевелилась, начали работать. Я иду по Хрещатику и вижу уже тех же Зара и Манга. Ну почему я о них часто упоминаю? Потому что я, проходя мимо них, вижу, стоят очереди людей, потому что там скидки. Люди очень быстро забывают. Забывают, что происходило с ними. Месяц-два назад. В тот момент действительно многие говорили о том, что мы теперь делим достаточное и избыточное. Много говорили об этом. Но сколько оно осталось после, ну под вопросом. Другой момент, смотрите, пластиковые маски и перчатки. Почему-то никто не говорит о них. Сколько за это время было произведено? халаты. Всякое для медиков. Ну и не только для медиков, для всех. Ну для всех, да. Я имею в виду, что для медиков вот эти халаты, все их костюмы защитные. Терильные эти вещи. Да, для нас просто маски. Почему-то никто не кричит о том, сколько произведено и как это будет перерабатываться. Все вдруг на секундочку в разгар коронакризиса забыли об этом. Потому что приоритет. Был приоритет выживания. Все испугались. И, конечно, в периоды вот таких жестких кризисов меняются приоритеты. Что будет дальше? Ну однозначно, однозначно это тренд, на который мы стали. Потому что идет, происходит глобальное потепление. Потому что экономисты уже считают, какие убытки будут в связи с засухами, наводнениями, различными природными катаклизмами. Сколько урожая будет недополучено. Ну все это экономика. И понимают, что как ни крути, нужно уже сегодня инвестировать. Иначе через 20-30 лет люди будут умирать уже от последствий глобального потепления. Это ведь история про то, что нужно задуматься сегодня о том, какие убытки мы будем нести в будущем. Об этом может задумываться человек, только когда он сегодня все свои потребности удовлетворил. Человек, у которого стоит в приоритете выжить сегодня. Это как история с коронакризисом. Мы все вдруг испугались и задача была выжить сегодня, пережить. Конечно, мы не думали. Вот с одной стороны, да, мы говорили о том, что надо меньше потреблять. А с другой стороны, мы не думали о том, сколько пластика было произведено и как же он будет перерабатываться. И я иду по улице сегодня. На самом деле, я вижу много лежит масок, там чего-то выброшено. Не специально, понятное дело, но почему-то об этом не говорят. Яна, спасибо вам огромное. Мы очень рады были вас видеть. Я, знаете, вот все-таки хочу сказать нашим зрителям, ну что, долго говорить о книге, нужно почитать. Я, честно признаюсь, с удовольствием прочитала, чего я вам советую. Вот так выглядит эта книга. А, кстати, где ее, Яна, можно купить? У нас в фейсбуке есть реклама, ссылочка на сайт, где можно приобрести. И я думаю, можно оставить где-то у вас будет ссылку на сайт, где можно приобрести эту книгу. А, хорошо, конечно, договорились. Мы попросим наших журналистов это сделать, но я еще хочу вам показать. Тут есть такая забавная штучка, вот, где вложено, что в этой книжке прорастают еще цветы. Я так понимаю, что если закопать вот эту чудную картонку, то из нее что-то вырастет. Вы уже проращивали, нет? Да, у нас выросла. Вот, вам тоже рекомендую попробовать. На самом деле, очень интересно. Необходимо просто бумажечку разрезать, посадить ее в землю, поливать и наблюдайте, что у вас прорастет. Яна Лаврик была у нас в гостях, за что мы очень признательны. Ян, спасибо вам огромное, были рады вас видеть. Взаимно. А вы оставайтесь с нами. Это был Укралайф ТВ и, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу, партнеру, медицинскому центру Призма. Оставайтесь с нами. Дальше у нас интервью с Джеймсом Шер. Продолжение следует...